Уважаемые зрители, сегодня наш разговор посвящен теме землетрясений и системы безопасности сооружений. У нас в гостях профессор Российского университета Дружбы Народов, доктор технических наук, член-корреспондент Международной инженерной академии и научный руководитель Центра сейсмобезопасности сооружений Российского университета Дружбы Народов Курзанов Адольф Михайлович. Здравствуйте, Адольф Михайлович. Добрый день, Анатолий Леонидович. Добрый день, уважаемые зрители. Адольф Михайлович, не могли бы Вы поподробнее рассказать нам, что же такое землетрясение? Землетрясение – одно из самых грозных природных явлений. По данным отдела природных катастроф Смитсоновского института в Соединённых Штатах Америки, за период с 1947 года по 1970 год, число жертв от землетрясений на земном шаре превысило 1 миллион 192 тысячи человек. То есть это в среднем по 23 тысячи в год. Землетрясение – весьма разрушительное явление, и вместе с этой дисциплиной, которая называется сейсмология, изучающей явления сейсмических движений грунта, тесно связана и наука о сейсмобезопасности сооружений. Именно эта и наука позволяет в какой-то мере нам уменьшить тот огромный ущерб, который наносит землетрясение. Природа землетрясения связана с подвижкой земной поверхности. Причиной такой подвижки могут быть вулканические явления, большие взрывы, например, бывают взрывы вулканов. Но, как правило, эти явления связаны со взаимным сдвигом слоёв земной поверхности. Накапливается определённое напряжение внутри земной поверхности, происходит срыв. Этот срыв возбуждает в поверхностных слоях земли сейсмические волны, которые и являются, собственно, землетрясениями. Как правило, землетрясения проявляются в районах, где молодые горообразования, происходит процесс поднятия или опускаяние земной поверхности. Может быть, землетрясения появляются на дне океанов, морей, где тоже самое происходит взаимные сдвиги плит, коры земли. При этих сдвигах генерируются сейсмические волны, у них разная природа, и эти волны и приносят те трагические посредствия, которые, собственно, являются результатом, как правило, каждого сильного землетрясения. Во время Ашхабадского землетрясения, это 1948 год, колебания земной поверхности были настолько сильными, что сотрудники рабочего депо паровозного в Ашхабаде не могли удержаться на ногах. Они падали, пытаясь подняться, снова падали. Все тепловозы, которые находились в депо Ашхабадском, были опрокинуты. Недалеко от Ашхабада, на станции ЕУС, был сброшен, под подчеркиваю, сброшен с рельсов, целый товарный состав вместе с тепловозом. Люди пытались выбежать на улицу, но, как правило, их бросало из стороны в сторону. Настолько были сильные колебания земной поверхности. Двери в большинстве помещений были защемлены перекосом дверных коробок, разрушивающимися или треснутыми стенами. Опыт сейсмометрических наблюдений показывает, что, как правило, основные разрушения, наиболее опасные землетрясения, это те землетрясения, которые сопровождаются большими сейсмическими перемещениями грунта. Сейсмическими – это значит колебания земной поверхности. Это и горизонтальные колебания, и вертикальные колебания. Вертикальные колебания примерно составляют половину горизонтальных колебаний. Ну, какова амплитуда этих колебаний? Амплитуда этих колебаний достаточно большая. Например, в 1908 году в городе Верном произошло землетрясение разрушительное. Так вот, это Казахстан. В Полково, под Санкт-Петербургом, перемещение почвы от этого землетрясения, дошедшее оттуда, были с амплитудой 4 мм. Проделал такой многотисячекилометровый путь, были такие перемещения. Во время землетрясения в Японии, это город Ятиё, это 1983 год, упругие перемещения грунта происходили с амплитудой порядка 20 см. Значительные перемещения, да. Остаточные перемещения при землетрясении могут исчисляться метрами и десятками метров. И именно эти перемещения, большие, являются основными разрушительными факторами каждого сколько-нибудь заметного сильного землетрясения. Землетрясение 1556 года в китайской провинции Шан-Си унесло жизни 800 тысяч человек. Это люди, проживавшие в лесовых пещерах, обрушение которых привело к массовым жертвам. В 1755 году в Португалии, в Лиссабоне, в День всех святых, произошло землетрясение, во время которого погибло более 30 тысяч жителей этого города. В основном тех, которые в это время находились в храбах. Разрушения и эти жертвы были увеличены пожарами и волной цунами высотою 7 метров. Это был средневековый город. И мудрецы из местного университета в Каимбре, Португалии, решили, что остановить окончательную гибель может лишь средство, которое даст народу зрелище прекрасного аута-де-фе. Сожжение на медленном огне нескольких человек – единственное верное средство прекратить дальнейшее содрогание земли. Что и было выполнено. В настоящее время сегодня университет в Каимбре оборудован самой современной аппаратурой, сейсмологией, которая регистрирует малейшие предвестники землетрясения. 1960 год – один из наиболее трагических в истории землетрясений. В ночь на 29 февраля 1960 года сильнейший сейсмический толчок потряс город Агадир, расположенный на Атлантическом побережье Северной Африки. Результатом этого толчка старый город был сметен. В новом городе, деловом центре, было очень много разрушений. Более одной трети населения погибло. Одна треть была ранена. Трупов было столько, что власти города не нашли способа их захоронения. Район был просто разровнен бульдозерами и всеми покинут. Вот таковы некоторые факты о страшных результатах землетрясения. Землетрясение в Чили в мае 1960 года привело к поднятию земной поверхности в одних районах и опусканию в другую. Таинственное свечение воздуха, которое, в принципе, до сих пор не объяснено. Одно из самых разрушительных землетрясений в южном полушарии – это землетрясение в Перу. Там во время землетрясения с пика, высотой порядка 7 километров, сорвались огромные массы льда и снега. Смешавшись у подножия этого пика с землей и камнями, эта грязекаменная лавина накрыла населенную долину. Жертвами тоже были порядка 70 тысяч человек. Но во время спитакского землетрясения, это уже наше время, 1980 года, было разрушено очень много зданий в спитаке. Число жертв превысило 35 тысяч человек. Ваш собеседник, Антон Радонидович, был в составе государственной комиссии, которая обследовала прямо после землетрясения его последствия. Я осматривала здания, которые были разрушены. И, в общем-то, все это происходило, эта комиссия, я работал в ней, от отдела сейсмостойкости сооружений с низкими Никучеренко, Гостроя, СССР тогда еще. Это был ведущий отдел по сейсмостойкости сооружений в России. И специалисты этого отдела, вот я в том числе, они работали в составе государственной комиссии. Как правило, после каждого землетрясения, виновники, это прежде всего бракоделы-строители находят. Почему так происходит? Потому что, как правило, в составе государственной комиссии работают люди, которые являются авторами нормативных документов, направленных на сейсмозащиту зданий. И когда очевидно, что здание разрушилось именно в результате дефекта нормативных документов, то это не афишируется. Последствия землетрясения достаточно дорогие человечеству, дорого обходятся. Наверняка ведь в России, в СССР проводились исследования территории Российской Федерации нынешней, может быть даже Москвы, на предмет сейсмоактивности. Насколько сейсмоактивна территория России? Позвольте, я вам отвечу цитатами из, скажем так, государственного документа, подготовленного Министерством строительства Российской Федерации. Я позволю себе зачитать эти документы, чтобы их не пересказывать. В 1996 году Министерством строительства РФ опубликована работа «Сейсмическая опасность и сейсмостойкое строительство в Российской Федерации. Состояние проблемы решения, написанное авторским коллективом под руководством министра строительства Басина». То есть, весьма авторитетный орган и весьма авторитетные специалисты. Вот несколько цитат из этой книги. 25% территории Российской Федерации с населением более 20 миллионов человек может подвергаться землетрясениям 7 баллов и выше. Я отвлекусь и скажу вам, что наша шкала землетрясений, разрушительное землетрясение начинается с 7 баллов, потом 8, потом 9, потом выше 9 баллов. В районах Северного Кавказа, Сахалина, Камчатки, Куринских островов, Прибайкалья, особенно обратите внимание, Прибайкалья, прогнозируется землетрясение интенсивностью 9 баллов и более. Более – это разрушение тотальное. Когда всё лежит, да, там спасён, очень мало может быть. Площадь сейсмоопасных районов от 6 до 10 баллов составляет в Российской Федерации 6,4 миллиона квадратных километров. В сейсмически опасных районах России расположено 60% от числа населённых пунктов сейсмической территории бывшего СССР. То есть нам осталось больше половины сейсмически опасных районов от бывшего СССР. До последнего времени сейсмической опасности России уделялось недостаточное внимание именно России. Основные работы сейсмологов и специалистов по сейсмостойкому строительству проводились в республиках Средней Азии и Закавказья. В то же время высокосейсмичными районами являются Камчатка, Курильские острова, Сахалин, зона Обамы, Северный Кавказ. Прошу обратить особое внимание на следующую цитату. «При отсутствии антисейсмических мероприятий в сложившейся застройке и недостаточном контроле за качеством строительства многих промышленных и гражданских зданий, от себя добавлю, именно это сейчас у нас и происходит, 6-7-бальное землетрясение в России может стать катастрофическим». Повторяю, это документ министерства. «Для таких крупных городов, как Сочи, Петропавловск-Камчатский, Новокузнецкий и другие, опыт землетрясения в Кобе Японии показывает, что даже при достаточно высоком уровне антисейсмического строительства непрогнозируемое землетрясение вызывает огромные разрушения и жертвы. Недостаточно изучены области повышенной сейсмичности в Плеурале и на Кольском полуострове». То есть, казалось бы, это не сейсмичные области. В 1970 году в Дагестане прошло 9-бальное землетрясение. Семибальные в том же году произошли на Ставрополе, в 1971 году, в районе Большого Сочи, в 1995 году в Анапе серия 6-ти семибальных землетрясений потрясла нефтедобывающие районы Башкирии и Татарии. Это связано, конечно, с разработкой месторождений. И последняя цитата. «Возрастающую опасность из этой же книги представляет собой повышение сейсмичности в районах интенсивного промышленного воздействия на земную кору. Известны потери человеческих жизней и значительные убытки от сравнительно небольших техногенных землетрясений». То есть, в результате промышленного освоения. В городах – это Соликамск, Прокопьев, Уренгое. То есть, там были даже жертвы. «В отсутствии достаточной сейсмостойкости существующей застройки и нового строительства результатами прогнозируемых землетрясений в России могут стать технические и экологические катастрофы, подобные Чернобыльской». Ваш покорный слуга был в составе Государственной комиссии, которая обследовала состояние Чернобыльской АЭС. Я был внутри этой станции. После ее разрушения взрывом ядерного котла. Вот коротко о том, что нас ожидает в России. Теперь несколько исторических данных. В древних летописях зафиксированы землетрясения в европейской части России. В частности, в октябре 1230 года сильное землетрясение потрясло город Владимир. В 1445 году летописи отмечают землетрясение в Москве. Записано. Летопись так об этом упоминает. Патриаршая или Никоновская летопись. А тая же октября 1-го в 6 часов в ночи потрясется град Москва и Кремль, и посад, и храм поколебащися. Землетрясение в Москве было заметно и отмечено и в 1802 году, тоже в октябре месяце. Дребезжали стекла в окнах. Звенела в шкафах посуда. Местами обсыпалась штукатурка. Почва колебалась под ногами. Землетрясение продолжалось несколько минут. Но местами. Софийская летопись подчеркивает, что тряслась не вся Москва, а местами. Ну, видимо, это были те места, где наиболее были в сейсмическом отношении слабые грунты. В комплекте карт общего сейсмического районирования. А такая документация разработана Российской Академией Наук, Институтом Физики Земли. Москва и Московская область отнесены к 5-6-бальным районам сейсмического воздействия. То есть, в принципе, здания в Москве, даже на слабых грунтах, они строятся без каких-либо антисейсмических мероприятий. Мы забыли о прошлом. Но, видимо, надо иметь в виду. И так, вообще говоря, нас нацеливает документация и официальные нормы, что если грунты слабые, так называемые грунты третьей категории по сейсмическим свойствам, средняя – это второй категория, лучшая – это первой категории. Так вот, если грунты слабые, то надо готовиться к тому, что там больше всего проявится и землетрясение, и, прежде всего, сейсмические перемещения, которые являются наиболее разрушительными. Проблема землетрясений и сейсмобезопасности сооружений для России стоит достаточно остро. И наверняка наука не стоит на месте. Какие-то научные исследования проводятся в этой области. Вот каково нынешнее современное состояние науки? После каждого разрушительного землетрясения выезжают целые комиссии, исследуют разрушенные здания, исследуют записи приборов, колебания земной поверхности. Но поскольку исторический опыт, в общем-то, он является определяющим фактором наших знаний, надо сказать, что мы в части сейсмозащиты, мы далеко не продвинулись. И каждое разрушительное землетрясение, оно приносит жертвы. Вот вам пример. Это землетрясение, недавнее землетрясение в Нефтегорске на Соколине. Практически землетрясение, в результате там небольшой городок, погибло 2000 человек, материальный ущерб составил порядка 10 миллионов долларов США. Кстати, в Спитакске землетрясение принесло ущерб порядка 10 миллиардов долларов США. И там погибли, конечно, не один десяток тысяч людей. То есть, есть какие-то подвижки, есть научные работы. Но в целом, в целом, наша сегодняшняя наука и, прежде всего, нормативные документы, они остаются на прежнем, многолетнем тому назад, может быть, уже полувековом уровне. Нельзя сказать, что в сейсмических районах строительство безнадзорное. Нет, у нас существуют строгие нормативные документы. Главный из них – это СНИП строительства в сейсмических районах. В этом СНИПе приведен обязательный метод расчёта сооружений на сейсмическую нагрузку. Формулы расчёта, конструктивные требования. Этот СНИП уже действует примерно полвека. Но его применение, его применение этого СНИП, оно не обеспечивает, как показывает опыт и Нефтегорская, и Спитака, всё это было тоже сделано с применением этого СНИП. Оно не обеспечивает в какой-то мере заметного уменьшения ущерба от землетрясений разрушительных. Этот вывод делает каждый объективный наблюдатель или участник обследования землетрясений. Я говорил вам, что я был в Спитаке. В это же время в Спитаке был и американский сейсмолог Уильям Хейс. Так вот, по мнению Уильяма Хейса, основные причины трагических последствий Спитакского землетрясения – это несовершенство норм микросейсморайонирования, то есть какая площадка более сейсмичная, какая менее сейсмичная, норм сейсморайонирования и норм проектирования сооружений. Вот то, о чём мы с вами говорим. А наши нормы, они периодически подвергаются косметической редакции, косметическому обновлению. Ну, что это даёт, вы видите. И нефтегорское землетрясение, и Спитакское землетрясение. Более того, я вам приведу пример. Вот метод, который существует для расчёта, обязательного расчёта сооружений на сейсмическую нагрузку, это нормативный метод, он неукоснительно выполняется всеми проектными организациями. И здания, построенные в Нефтегурске, разрушенные, и здания, построенные в Спитаке, были рассчитаны с применением этого метода. Но в этом методе заложены предпосылки, которые совершенно не учитывают характера сейсмического воздействия и остаются в стороне все основные факторы, которые привели к сейсмическим разрушениям. Конкретно вот в чём дело. Наши нормы, по которым рассчитываются все эти сооружения, они представляют собой формулу. Эта формула, мягко говоря, не связана с реальной сейсмической реакцией сооружений. В этой формуле несколько потолочных коэффициентов. Я прошу извинения за это. Что значит потолочных? Вот ваш покорный слуга, работая в отделе сейсмостойкости с низкими Некучеренко, выполнил, ну, наверное, не один десяток натурных испытаний зданий на сейсмическую нагрузку с помощью вибрационной машины с низкими Некучеренко. От Спаска Дальнего до Сочи Кутаисии Включителя. Так вот, начиная и будучи наивным инженером, первая задача, я хотел с помощью натурных испытаний, вибрационных, а считается, что по СНИПу, что здание разрушается от вибрации сейсмической, я пытался определить эти коэффициенты. Нет, они совершенно не поддаются никакому определению. Под каждым из этих коэффициентов нет никакого физического содержания, которое можно было бы как-то измерить и как бы уточнить. Например, есть такой коэффициент К1. Он в этой формуле увеличивает сейсмическую нагрузку. Так вот, измучившись последствиями сильных землетрясений, авторы НОР решили раз и навсегда покончить с этой проблемой. И с 1952 года по 1973 год, то есть, примерно, за 21 год, этот коэффициент был увеличен в 5 раз. Понимаете? То есть, нагрузка расчетная была увеличена в 5 раз. После этого произошли и Спитак, и Нефтегорск. То есть, получается, здания были построены в соответствии с новыми нормами. И с новыми нормами, да, и с расчетами. И они так же не выдержат. Есть такая английская пословица хорошая, что эти нормы лают не на то дерево. То есть, получается, модель, заложенная в современных СНИПах, относящихся к сейсмостойкому строительству, сейсмобезопасному, принципиально неверна, да? Она не учитывает каких-то других факторов, которые оказывают как раз разрушающее воздействие. Да. Придем к Цинистскому Никучеренко, и будучи наивным начинающим специалистом в области сейсмобезопасности сооружений, я был командирован в Иркутск для проведения натурных испытаний, повторюсь, с помощью вибрационной машины, двухэтажного фрагмента противочумного института. Ну, достаточно сложная проблема и достаточно серьезная постановка, потому что если разрушится противочумный институт в Иркутске во время землетрясения, то последствия, конечно, будут катастрофические. Привез я туда эту машину, поставил ее на этот фрагмент, собралось большое число зрителей, включил я эту машину, привел фрагмент в резонанс, но тут же он вышел из резонанса, оставаясь совершенно целым. Я изменил частоту, убавил ее, снова его ввел в резонанс, и тут же он снова вышел из резонанса. И так я повторял в пределах двух-трех часов, и практически фрагмент я не разрушил специальной машиной, специальный двухэтажный фрагмент. То есть даже попытка разрушить этот фрагмент искусственным путем, в соответствии с логикой и идеей нашего СНИП, она закончилась ничем. Здание все время выходит даже небольшое, из сейсмического резонанса. Оно все время. Появляются микротрещины, изменяется его форма деформирования. А наши нормы исходят из того, что любое здание представляет из себя металлический стержень, условно, с массами в виде шариков расположенных. И эти шарики могут колебаться по первой форме колебаний, по второй форме. Первая форма – это когда весь стержень наклоняется в одну и другую сторону. Вторая форма – когда верхушка стержня наклоняется в одну, а середина и низ в другую, ну и так далее. Высокие формы. Сколько масс вот этих вот сосредоточенных, столько может быть форм. Так вот, весь мой опыт говорит, а испытывал я здание, повторяю, и многоэтажное, и десятиэтажное с помощью вибрационной машины. Мне никогда не удавалось возбудить сколько-нибудь серьезных резонансных колебаний. Здание мгновенно выходило из резонанса. А наши нормы исходят из того, что здание может входить в резонанс и по первой, и по второй, и по третьей форме. Вот даже последняя редакция СНИП, подготовленная людьми, которые никогда не проводили этих испытаний, совершенно не имеют понятия об этом, они требуют от проектировщиков, чтобы он учитывал и первую, и вторую, и третью, и чуть ли не десятые формы колебаний, чтобы сумма модальных масс составляла 90%. Это огромные трудности для расчета. Но эти трудности надуманы, потому что здание не колеблется, как упругие стержни с дискретными массами. Оно не жестко защемлено в грунте. И вся эта огромная работа, которая сейчас по последней редакции норм поставлена перед проектировщиком, это просто результат надуманности и полного отсутствия опыта у тех, кто эти нормы составил. Это огромная трудоемкость без всякого результата. Потому что здание сразу выходит из состояния линейной упругой работы. А наши... И я вам скажу вообще, говорю, вот это уже веяние, вот то, о чем я вам рассказываю, это результат последнего десятилетия. Когда я пришел с низким имени Кучеренко, это в начале 70-х годов, там и работали выдающиеся специалисты. В области стеснобезопасности сооружения. Доктора, профессора. Я назову Гордынблата Иосифа Викторовича, Николаенко Николая Александровича, Полякова Святослава Васильевича. И, в общем-то, эти умудренные опытом и большой глубиной теоретических знаний специалистами, они считали, что для расчета зданий, даже по-нашему несовершенно много, достаточно первых трех форм колебаний. Достаточно с головой. Они прекрасно понимали, что ничего больше не реализуется. Ну, хоть что-то. Те, кто сегодня, сейчас корректирует наши нормы, не имея никакого опыта их испытаний, они трудоустраивают наших расчетов совершенно никчемной работой, которая создает иллюзию глубокого и достоверного расчета, за которым, тем не менее, не скрывается никакого сейсминстойкого запаса этих сооружений. Получается, что современные нормы не позволяют обеспечить безопасного сейсмостроительства сооружений. В древние времена людям удавалось построить каким-то образом сооружения, жилые, нежилые, которые выдерживали воздействие землетрясений, то есть оставались достаточно целыми и позволяли выжить их обитателям. Есть такие примеры? Таких примеров очень много. И есть сооружения, например, гробница Атрея, которая уже пережила все всевозможные землетрясения 33 столетия. Секрет прежде всего в экономике. Эти древние уникальные сооружения строились единично. Это было не массовое строительство, и те, которые дожили до нас. И методы их сейсмозащиты тоже были уникальными. Например, здания возводились на больших, монолитных и толстых платформах. То есть, например, дворец стоял, он стоял на единой толстой плите. И когда происходило землетрясение, эта плита не шевелилась. Она двигалась, но двигалась вместе с зданием, но очень мало. То есть, грунт вокруг нее двигался, она как тяжелая составляющая, двигалась меньше. Это очень эффектный способ сейсмозащиты. Но нам сейчас его применять, это крайне дорого. В Месопотамии в качестве способа сейсмозащиты сооружений использовалась каменная кладка, но с горизонтальными прокладками из тростника, вымоченного в растворе воды и битума. И причем в качестве раствора для устройства этой кладки опять-таки применялась смесь глины с битумом. Это уникальные сооружения, именно они пережили века и остались. Сегодня при массовом строительстве в сейсмически опасных районах России мы можем, конечно, построить здание, которое будет подпрыгивать и не разрушаться. Но денег на это и средств практически нет, да и никто не посчитает их возможным. Сейчас защищать сооружения надо либо с помощью сейсмоизоляции, достаточно дешевого, то я вам говорил, примерно элементами сейсмоизоляции были и вот эти вот прокладки, и очень серьезным расчетом. То есть должна быть очень грамотная расчетная модель. И прежде всего на пути к этому надо коренным образом совершенствовать наши нормы расчета сооружения на сейсмическую разнагрузку. Совершенствовать их принципиальным образом, учитывать разрушающую роль не только сейсмических ускорений, но прежде всего больших сейсмических перемещений. Большие сейсмические перемещения сооружения проходят на слабых грунтах. Это знали древние римляне. Они, строя свои уникальные сооружения, они полностью слабый грунт, пески видонасыщенные, рыхлые пески, они удаляли и засыпали прочным грунтом. Это было еще известно в древнем мире. Тогда это... У нас сейчас, конечно, мы позволить себе в массовом строительстве этого делать нам никто не позволит. Надо искать более современные способы, применимые с учетом минимальных затрат для сейсмозащиты больших сейсмических территорий и, в общем-то, очень важных, скажем так, промышленных объектов. Проблема сейчас и в отсутствии необходимой нормативной документации. Это прежде всего. Но где-то, в общем-то, и в отсутствии достаточных средств для того, чтобы вот такую широкую программу реализовать в масштабах всего нашего огромного государства. Сейчас в сейсмоопасных регионах, в частности, около города Сочи, для сейсмозащиты, для сейсмоизоляции объектов применяют резинометаллические опоры китайского производства. Но, насколько мне известно, они полностью проблему всю не решают. Вы знаете, я знаком с этим вопросом. У меня опубликовано несколько статей. У этих опор несколько дефектов. Ну, во-первых, они, это резина, которая, условно говоря, если это расположено в подвале, где-то в фундаменте, она может зимой замерзнуть. И из податовой превратится в жесткую. То есть, ее сейсмоизолирующая способность податую в какой-то мере не совсем подходит до нашего климата. Но не это главное. эти опоры, долговечность их всего лишь 40-60 лет. Если вы построили серьезное здание на них, то считайте, что через 40-60 лет оно теряет свою способность противостоять землетрясению. Это существенная проблема. Правда, можно говорить о том, что какие-то принять титанические усилия, эти опоры вытащить из-под уникального здания, поставить другие опоры. Ну, кто это будет делать? Извините. Скорее всего, делать не будут. Скорее всего, никто делать не будет. Но самое главное в этих опорах то, что они при сейсмическом перемещении из прямых цилиндров, там цилиндрические прокладки, многослойный пирог из металлических листов и резины, при перекосе у них получается так, что ядро жесткости намного меньше на вертикальную нагрузку, чем было тогда, когда эта опора стояла без перекоса. В этом случае эта опора сожмется под весом здания, даже если оно не разрушится. И дальше уже при следующем толчке она может либо прокинуться, да просто не выдержит этого перемещения. Это многократно опубликованы, эти вопросы поставлены, никто на них ответа до сих пор не дает. Смысл какой применения этих резинно-металлических опор? Наше время очень простое. Эти опоры по относительно низкой цене покупаются в Китае, привозятся сюда в Россию, к нам, ну в частности на Северный Кавказ. Те, кто занимается этими опорами, внедряют их, он своим научным сопровождением, в частности, это отдел сейсмостойкости сооружений с низкими Кучеренко, нынешний, он делает их научное сопровождение, то есть чисто берет на себя ответственность, ничем ее не подтвержденную, и таким образом перепродает их на тот же Северный Кавказ, в тот же Сочи, имея большую прибыль, вот на это купи-продай. В этом смысл применения китайских резинов. Все остальное, это не секрет, я вам не говорю вещи, которые, так сказать, вот до сих пор не говорил, это опубликовано в статьях, никто на эти статьи не отвечает, ни из тех, кто занимается этой куплей-продажей, ни тем, кто ее покрывает. Получается, вопрос остается открытым о применении резинометаллических опор. Да нет, он не то, что открыт, в принципе, их надо прекращать применять. Прекращать. Прекращать применять, конечно, потому что при сколько-нибудь больших перемещениях и следующий толчок это все разрушит, и здание погибло. Они не рассчитываются, эти перемещения, ну, представьте себе, вот вы передвинули опор и сжались, они потом не поднимут здание. Ну, конечно, а следующий толчок это все завалит. Вот и все. Я вот не говорю о долговечности. То есть, имеет значительный недостаток. Здесь чисто, так сказать, ну, просто купи-продай и выгода. Без задумывания о том, что там произойдет через 40-50 лет, когда ответственных за это уже и не будет. Махинацию уже, в общем-то, и не найдешь. Адольф Михайлович, насколько мне известно, вами были разработаны так называемые сборные сисмоизолирующие опоры. И, более того, вы их даже, вам удалось их внедрить при строительстве в сейсмоактивных регионах. Когда я работал в отделе сейсмостойкости сооружений Синистка Медикучеренко более 10 лет, и, в общем-то, было время, когда я и возглавлял этот отдел. Что представляют собой эти опоры? Это железобетонные колонны, которые качаются при землетрясении, а на этих колоннах на платформе, накрывающей эти колонны, расположены сейсмоизолируемые таким образом сооружения. Эти колонны рассчитаны на то, что основание под зданием совершает большие сейсмические перемещения, о чем мы говорили, а здание остается практически неподвижным. Но колонны законструированы таким образом, что после прекращения сейсмического воздействия они, как ваньки встаньки, восстанавливаются и ставят в прежнее проектное положение опёртое на эти сейсмоизолирующие опоры здания. Они от Спаска Дальнего построены, применены, до Сочи включить. Это уже не одно десятилетие. В Спаске Дальнем, в частности, мы провели испытания зданий, шестиэтажного здания детского сада, в том числе на сейсмовзрывную нагрузку. Заряды были заложены в траншею, мы по специальной методике с интервалами взрыва, чтобы один заряд дополнял и усилил другой, мы направляли сейсмическую волну. При этом сдвигалось основание, а здание, практически оснащённое датчиками, оставалось практически неподвижным. Испытания таких зданий проведены в других сейсмических районах, в частности, мы испытали в Сочи 17-этажный жилой дом на сейсмоизолирующих опорах. Это мощные железобетонные колонны, которые позволяют зданию на них качаться. Сделали сброс нагрузки, и здание наше качалось так, что сочинская сейсмостанция записала землетрясение. Даже так? Даже так, да. Эти наши колонны, железобетонные, долговечность их, в общем-то, равна долговечности зданий, это, видимо, так сказать. Эти опоры на порядок дешевле китайских резинометаллических опор. Материалы все эти опубликованы, в общем-то, и сейчас мы тоже продолжаем эти работы, в частности, вот, наш с вами университет уже разрабатывает, уже практически разработал систему сейсмоизоляции группы зданий на этих опорах, на 7-8-бальных сейсмических площадках в Лазаревском районе Сочи. Там будет большая группа многоэтажных домов, там мы будем тоже проводить испытания натурные, большие, чтобы проверить качество изготовления этих опор. Ну, надеюсь, мы до этого... То есть, как раз там и будут применены и протестированы ваши опоры. Они применены были многократно, но мы каждый раз проводим испытания. Почему? Потому что эти опоры снижают сейсмическую нагрузку, например, с 9 баллов до 7 или до 6. Эти опоры мы применяем не только для строительства новых зданий. Еще в 96-м году эти опоры я применил для сейсмоусиления в том же Лазаревском 16-этажном здании Газпрома. Значит, случилось так, что здание было построено по схеме воздействия 7-бального, но пока здание строилось, сейсмоэронирование поменяло площадку 7 до 8 баллов. В результате мы применили вот эту сейсмоизоляцию и произвели реконструкцию уже построенного здания. Здание существует. Это здание Газпрома. Существуют ли в России какие-то другие направления в ночных изысканиях в области сейсмобезопасности сооружений? Придуманы различного рода системы сейсмоизоляции разные, но это не только у нас, но и за границей. Это в виде механизмов сложных таких, типа изготовленных промышленно, в виде каких-то дорогих сооружений, не строительных конструкций. и проблема сейсмоизоляции, она даже не только в том, чтобы придумать хорошую сейсмоизоляцию, это можно было бы взять, построить огромные столбы, на столбы подвесить здание, чтобы оно кончалось между ними. Я утрирую, конечно, пример. Проблема здесь и в экономике. Система должна быть простой, долговечной, эффективной и недорогой. А всякие промышленные изделия, вот даже вот сейчас это резинно-металлические опоры, это уже промышленные изделия, это не строительные конструкции. Все это намного дороже и, в общем-то, где-то менее проверенные, ну и менее эффективные. А стоимость, она, в общем-то, играет огромную роль. Конечно, безусловно. Адольф Михайлович, как я уже упоминал, Вы являетесь научным руководителем Центра сейсмобезопасности сооружений при Российском университете дружбы народов. Да. Насколько мне известно, в Центре ведется работа сразу по нескольким направлениям деятельности. Основное направление нашей деятельности разработка нормативных материалов, которые позволили бы учесть то, что мы предлагаем. В рамках нашей работы, в нашем с вами университете, мы разработали два стандарта организации. Первый стандарт, это для 7, 8, 9-бальных и более землетрясений, но в этом стандарте принципиальное отличие от того, что было до сих пор, мы ввели метод учета больших сейсмических перемещений. Именно то, что разрушает здание. Впервые это введено в нормативную литературу и впервые это представлено как нормативный документ, в данном случае стандарт нашего университета. Это один стандарт. Второй стандарт, который мы разработали, тоже с учетом перемещений, это стандарт проектирования сооружений на сейсмическую нагрузку пяти шестибальных сейсмических районов. В частности, этот стандарт актуален для Москвы. Он актуален и для тех районов России, которые сегодня по картам микросейсморайнирования и районирования не отнесены к семибальным. Но вот как мы с вами слышали, в общем-то там происходят периодические сейсмические подвижки, в том числе с человеческими жертвами. Этот стандарт это для пяти шестибальных сейсмических районов, которого до сих пор просто не было. Вот в этом направлении мы работаем. Кроме того, мы работаем в совершенствовании направлений сейсмических испытаний методики сооружения. Не только, так сказать, в углублении этой методики, но и в ее удешевлении, потому что каждое такое испытание, в общем-то, оно очень дорогостоящее. Ну и, конечно, мы должны, в чем проблема? Мы должны серьезно проверить здание, но, в общем-то, его и не разрушить при этом. Те положения, которые мы излагаем наших норм, будем уже подтверждать натурными испытаниями, которые никто до нас и пока в наше время не проводил. Не имеет такого опыта и не проводит. Надо сказать, что эта работа, в общем-то, не простая. Безусловно. Когда мы делаем сброс на груз, ваш покорный слуга один был в подвале и все остальные были за зданием. Мы понимали, что как бы мы серьезно все это не умеем, как это все серьезно не сделаем, но Береженова был бережен. Поэтому этот сброс был под зданием сделан вашим автором. Мы там домкратом отодвинули здание, сделали сброс, и оно у нас скачалось. Это центральный район города Сочи. Вот это наше направление. Совершенствование методики испытаний, совершенствование теории, учета, прежде всего, перемещений. То, что наши нормы не учитывают. и уход от коэффициентов, которые нельзя никаким образом испытать. И упрощение, приближение методики расчета к реальному поведению зданий при реальном сейсмическом воздействии. Не делать из него стержень, который жестко защемлен в грунте, и колеблется он от сейсмического резонанса. Никогда, я повторяю, мне не удавалось нигде, проведя испытания от Дальнего Востока до Сочи, ввести здание сколько-нибудь в сейсмический резонанс. В этом направлении мы сейчас работаем. И где-то это направление частично реализовано и в тех нормативных документах, вот они перед вами, которые мы уже разработали как стандарты организации. Ваша научная группа не только развивает научные направления, то есть теоретические слины, но и также проектирует реальные сейсмоизолирующие сооружения и проводит их испытания. То есть получается, что вы производите полный комплекс работ. И мы готовы в этом направлении сотрудничать со всеми организациями и представлять им в этом отношении и возможность получить необходимую сейсмоизоляцию для их сооружений и методику соответствующую расчет передовую с учетом сейсмических перемещений. То есть мы можем взять на себя гарантию, что построенные с нашим научно-практическим надзором их сооружения будут обеспечены сейсмостойкостью при расчетном землетрясении. Более того, мы готовы это подтвердить натурными испытаниями этих сооружений. Наша беседа подходит к концу и в заключении я хотел бы вас поблагодарить за очень содержательную и полезную информацию, которую мы получили вместе со зрителями. Большое вам спасибо. Спасибо и вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова